Оркестр был создан в 1998 году на базе Тихвинской детской музыкальной школы номер 1 имени, конечно же, Римского-Корсакова. В 1998 году коллектив получил звание Народного. Оркестр является лауреатом и обладателем Гран-при, конкурсом различного уровня. Творческая и концертная деятельность оркестра очень обширна. Коллектив является участником творческой смены лучших детских духовых оркестров России в Международном лагере Артек. Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня детям» в 2016 году. Оркестр – участник торжественной акции «Эстафета вечного огня». Также он стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в 2011 году. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24 декабря 2021 года за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России, духовому оркестру, народному коллективу было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». А вот эта информация, я думаю, достойна аплодисментов. Духовой оркестр формирует свой репертуар из лучших образцов народного, отечественного и мирового искусства. Художественный уровень репертуара оркестра постоянно повышается, систематически наполняется новыми партитурами. Иван Григорьевич Смольский является автором многочисленных инструментовок и аранжировок для духового оркестра. Сегодня мы услышим многие из них. Ну что ж, друзья, оркестр уже выходит на сцену, и давайте их еще раз поприветствуем. У меня с большим удовольствием на завозе замечательных людей. Заслуженный коллектив народного творчества, духовой оркестр детской школы искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. И очень приятно нам, что это город Тихвин. Давайте поклопаем. Замечательный руководитель также уже находится на сцене. Иван Смольский. Друзья, буквально вчера этот оркестр выступил на сцене Дворца культуры имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Я хочу вам сказать, что выступление оркестра имело большой успех. И сегодня эти замечательные музыканты снова на сцене и снова готовы радовать своего любимого зрителя. Ну что, Иван Григорьевич, я передаю слово вам. А первое произведение, которое прозвучит в исполнении оркестра, это «Концертный марш. Маленький Париж». Композитор Антонио Петриллио. Композитор Антонио Петра «Концертный марш. Маленький Париж». Композитор Антонио Петра «Концертный марш». 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 Вы руку подадите мне, немного арабев, конечно. И эта музыка внутри взойдет, как маленькое солнце, На раз, два, три, на раз, два, три, и разлетится, и прольется. Чтобы озарился целый мир, который был случайно создан, И только вальс, и только мы вальсируем по хрупким звездам. Кружись, душа моя, кружись, воздушно, трепетно и гордо, Я приглашаю вас на жизнь. И до последнего аккорда. Марк Мангани. Приглашаем вальсировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова История следующего произведения, появившегося в 1955 году, Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Сегодня пусть не повезло Девчонкам от чего-то Они статистике назло Опять придут в субботу Придут девчонки стоять В сторонке, в носочке, в руках теребят Потому что на десять девчонок По статистике девять ребят Придут девчонки стоять В сторонке, в носочке, в руках теребят Очень жаль, что на десять девчонок По статистике девять ребят Ах, как жаль, что на десять девчонок По статистике девять ребят Танго Этому страстному, зажигательному И поистине завораживающему танцу Уже более 150 лет Но его поклонники продолжают придумать Все новые и новые формы Танго и джаз развивались примерно в одно время Но в разных частях американского континента Время не в состоянии остудить горячую кровь Что кипит в жилах этого танца Он появился в бедных кварталах Буэнос-Айреса Куда съезжались эмигранты в поисках счастья Здесь встретились культурные традиции стран всего мира Счастья на всех не хватало Его заменил танец, доступный всем В нем африканские ритмы тангана Аргентинская мелонга Голландская хабанера Испанская фламенко Ритуальные танцы индейцев Польская мазурка Немецкий вальс Слились воедино в танцы доски По покинутой родине Полном любви и одиночества Анхель Вилольда Аргентинская танго Голландская хабанера Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Браво! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Марк Вахутинский. Танго. Радостная встреча. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок История появления следующей композиции Туманно и загадочно. По одной версии, полька Сикиярви – это финская полька, которую обычно исполняют на аккордеонах. И говорят, что песня собрана из трех народных мелодий из округи поселка Сикиярви. Сегодня это населенный пункт Кондратьева. По другой версии, это мелодия от песни «Селяйнен Оль Виепури», что в переводе означает «Вот таким был Выборг». Очень интересно, что во время Великой Отечественной войны полька Сикиярви использовалась в качестве радиопомех. Прямо сейчас она прозвучит и для вас, друзья. Карела – финская полька. И я приглашаю на нашу импровизированную сцену солиста Александра Тупикова. Друзья, ну пока наши музыканты готовятся, давайте поаплодируем им. КОНЕЦ 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 Александр Тубиков, духовой оркестр! Браво! Спасибо большое! Джон Грей, первый советский фокстрот, созданный композитором Матвеем Блантером в 1923 году. Был сделан как пародия на модный западный танец. Но, несмотря на это, этот фокстрот стал удивительно популярен в СССР. Эта композиция в танцевальном стиле прямо сейчас прозвучит и для вас, дорогие друзья. Матвей Блантер, фокстрот Джон Грей. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok для Варшавского театра «Ревью» «Морской глаз». Текст первоначально написал владелец этого театра Анджей Влас. Впоследствии Фанни переделала текст сама. В 1933 году пластинка с песней была издана в Риге. В том же году эту песню записал Петр Лещенко. В феврале 1934 года джаз-оркестр Леонида Утесова также выпустил пластинку с названием «Песни у самовара», но без указания автора. И только в 1979 году авторство Фанни Гордон было признано официально. Дорогие друзья, в исполнении оркестра звучит фокстрот у самовара. Текст первоначально написал «Песни у самовара». 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 Браво! Друзья, заслуженный коллектив народного творчества, Духовой оркестр детской школы искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Ваши аплодисменты талантливым музыкантам! Браво! Позвольте еще раз представить руководителя этого коллектива, Иван Смольский! Большое спасибо вам, дорогие музыканты, за то, что вы подарили нам такой, да, музыкальный приятный вечер. Ну что ж, друзья, наш концерт подошел к своему финалу. Это значит, что и 23-й открытый фестиваль Духовой и джазовой музыки «Сентябрь» в Тихвине также завершается. Мы благодарим всех вас, дорогие зрители, мы благодарим всех любителей джаза. И, конечно, мы ждем вас на следующем фестивале «Сентябрь» в Тихвине. Пройдет всего лишь год, и мы снова встретимся с вами в Тихвине осенью. Будем слушать осенние джазовые ритмы. Ну что ж, друзья, берегите себя и своих близких. До новых творческих встреч! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.